здравствуйте друзья камеру поправим у нас сегодня строительные наши дела отпустили нас на на этот день и другое дело что вот доставка работает я не знаю вам видно не видно тут вот сейчас прям вот у меня тут перед носом здоровенный такой трак он приехал и привез машину посудомоечную вот та которая здесь была она тоже неплохая кстати у нас вот мы ее отвезем поставим в санта-круз на даче на даче тоже есть посудомоечная машина хорошая кстати но шумит то есть вот эти простые машины они не ломаются но шум но хороший в общем короче на ту машина у нас есть желающие ее подхватить они же заберут эту отвезут туда там ее поставят в общем как бы такая вот комбинаторика у нас ой господи и сегодня у нас день тихий вот это разрушение разрушение кухни вообще тихо при приостановилась я не знаю что там у них за какие вопросы решаются но всяком случае сегодня у нас как бы выходной настройки и мы немножко приспосабливаемся вот к питанию ну единственное что посуду помыть вот сложно на кухне там ее залепили пленкой полиэтиленом но там island вот это вот посредине там раковина есть и мы пока что вот пользуемся нам ее специально сохраняют не у них не не убивают эту вот вот эту часть мебели чтобы мы могли пользоваться а ребята которые сейчас работают их задача значит убрать что там сверху есть там какие-то трубы идут там какое-то хозяйство то есть придут ребята которые все это аккуратно там разложить с тем чтобы можно было провести ну сделать потолок такой нормальный и потом нужно какую-то еще работу провести по отделочку сделать ну чтоб нормально было красиво и потом уже на это на все будет навешиваться кухня но кухню как вот там говорят нам можно повесить там за три дня если все на месте но вот вот это вот чтобы все на месте это конечно совершенно отдельная такая административная задача потому что там во первых сама кухня тут есть китайский шоп в общем мы с ними договорились они нам будут делать эту кухню они ее изготовят у них фурнитура вся немецкая то есть эти весь металл который там идет все немецкая делать неплохо я смотрел там как у них выставочный центр свой на у них они плохо ну и значит дальше начинается есть такой материал искусственный из которого делают столешницы сейчас его еще не всякие резать может вот не это не гранит и не мрамор чтобы резать в эту штуку над специально там лицензию иметь ночью дикая дикая дел значит надо их купить надо их порезать над чем все это вместе сошлось и в общем не просто не просто поэтому казалось бы вот там за две-три недели нам могут закончить вот эти работы еще бы там допустим за неделю могли бы все собрать повесть и так далее но в целом если это закончится не за месяца допустим за два то я буду считать что мы очень успешно прожили этот этап нашей жизни так что не знаю посмотрим но но ничего мы потихонечку привыкаем и домик наш тоже в общем так он привык там стучат шумят ему неважно ему главное чтобы там рядом была светлана там или я когда я веду уроки а я только что с уроком так он у меня там под стол залезает где я сижу ну или рядышком лежит или вообще под стол если место есть он предпочитает быть под столом и вот сейчас у нас кухонные наши дела но новоявленные и там есть место под столом где мы едим так вот прямо туда под стол и там вот разляжется и лежит просто ему важно быть рядом в коллективе вот такой коллективный мальчик урок у меня был и но это в одном классе а в другом классе тот дом который гибридный наш но новая модель сегодня ася асю вы знаете она английский язык преподает часто у нас на канале бывает и вот ася сегодня у них вела урок за 15 минут до урока звонит ася и говорит что-то у меня не запускается наш этот вебинарный тул а она специально приезжала мы садились там все это я показывал ася записывала и вроде так должна была бы так все это гладенько проделать на ее лаптопе все установлено ведь не запускается ну в общем а у меня самого урок в тот же самый много там через те же 15 минут общем мы с ней так но более-менее запустили запустили и я бы сказал что я а мне надо свой тоже вебинар я ссылку взял на вебинар на свой и поскольку я уже там четыре занятия провел в том классе в котором сейчас ася я вместо своего класса жахнул туда и они вместо асиного пошли домой но потом очень преодолели преодолели все проблемы друзья так что я свой урок провел ася свой провела я посмотрел по комментариям урок и и не видел но по комментариям я понял что народ доволен во всяком случае те кто комментарии писали те довольны а чё действительно там за бесплатно урок чуть и быть недовольным всегда можно не смотреть если что правильно вот так вот урок аси будет записан и мне отдан и я его повешу в общие так сказать ну на нашем канале повешу у меня подозрение такое что на урок именно аси может прийти гораздо больше зрителей нашего канала чем допустим на сугубо технически которых у нас всегда много было и они как бы есть вот я смотрю что на те первые там четыре урока которые я проводил ну там небольшой трафик но я не на самые первые обычно на первые больше на самом первом того четыре тысячи просмотров но еще куда не шло а дальше там что-то две с половиной там полторы но что-то совсем мало вот поэтому не то что там знаете бестселлер какой-то вот но на английский за обычно на английский люди собираются больше кроме того все таки асин английский он специфически вот прямо сегодня турок нацелен на тестирование и это не вообще там английский для айти я я не очень пожирать английский для эти войти там 50 разных профессий минимум поэтому ну как один английский для всех айти это даже как-то стран есть английский вообще как английский конечно но если уже для какой-то профессии короче вот у аси он у нее как бы специфический такой по профессии я кстати вчера вел урок по заполнению формы для того чтобы сообщение об ошибке написать баг репорт так называемый и у меня весь урок фактически был английский потому что я конечно я объяснял смысл но я там словарик нас расширял там очень много слов объяснял значение того и этого у меня получилось прям урок по английскому я прям я даже его так и назвал там английский из дяди миши что смотрю никто не пошел смотреть вот там 300 просмотров там 400 думаю ну вот не хотят английский из дяди миши ну может быть с аси захотел я не знаю так что друзья все путем могу еще сказать что наша олеся я так сплетни разношу значит наша олеся придумала игру для тех людей которые интересуются бизнесом или уже в бизнесе или собираются такую игру и и консультировала женщина которая сделала игру вот в которой мы тут все играли территория денег хорошая игра ее консультировали на сделала игру и сейчас мне какой-то народ прям толпами идут она в день там несколько кругов там проводит какие-то люди приходят приходят я никогда не видел олесью такую как это у нас некоторые говорят забезенную да то есть такая занятая прямо сфокусирована вот на чем-то таком то есть прямо ее поглотила вот эта вот тематика и так в общем два года мы знакомы скоро будет два года как значит они въехали в это здание и я честно порадовался я думаю что-то какая-то жила такая пошла да то есть так нашу олеся схватила потащила и она прямо вся вот в этом вот погрузилась это очень здорово это как бы дай бог каждому из нас иметь такую вот такое что-то что нас схватит потащит поглотит и мы будем целиком там это классно это классно пойду там разузнаю я вам потом все сплетни дальше расскажу как там у нее игра идет и все ну вот у нее с утра люди играли потом с вечера играли я даже боялся зайти там чайку попить ну то есть я меня налили конечно там вот но в общем это было так как-то чувствовал я что не до меня вот солить приходишь девушке а ей не до тебя жизнь продолжается